Вот, всё, вон гнило, и всё. Смотрите. Всё. Вон всё отлетает. Ой, а там вообще всё. Как пакли, уже всё разрушается. Страшно находиться, страшно. Вот если нижний этаж будет тратить силу, дом может рухнуть в одну минуту. Это страшно здесь. Жить невозможно от проживания. Эта пожилая женщина может проткнуть стену своего дома пальцем. И здесь нет ничего удивительного. Этим стенам и перекрытиям почти 120 лет. Как они до сих пор стоят, не понимают ни люди, ни специалисты. Шесть лет назад дом частично обрушился. Но даже после этого местные власти не признали его аварийным, а поставили в очередь на капитальный ремонт. Какой смысл у этого капитального ремонта вкладывать такие деньги? Почему они не могут нас поставить в программу ветхого аварийного жилья? А этот дом признали аварийным в прошлом году. В одной из его квартир живёт мама с двумя маленькими детьми, один из которых инвалид. От отчаянно у женщины уже опускаются руки. В квартире нет ни воды, ни канализации. Поэтому даже просто вымыть своих малышей для Екатерины большая сложность. Женщина, как и все соседи, пишет письма чиновникам и в надзорные ведомства. Ей даже пришёл ответ за подписи главы администрации Максима Борошенкова. В нём обозначен даже конкретный срок, когда дом расселят. Но истекает он буквально на днях. А из администрации тишина. Неужели глава не сдержит свои обещания? Максим Юрьевич по распоряжению уточнил дату до 31 декабря 2017 года. Должен расселись. В результате уже 5 декабря везде ходила в Кольчугинскую администрацию, Владимирскую администрацию. Бывшему нашему губернатору Орловой Светлане Юрьевне писали. Везде отказ в прокуратуру Владимирскую, в Кольчугинскую прокуратуру. То же самое. Везде один отказ был. На территории Кольчугинского района 14 похожих домов. Некоторые уже признали аварийными. Но ситуацию это не меняет. Людей не переселяют и риск однажды не выйти из своей квартиры с каждым днём всё больше. Тем, кто активнее других, пишет письма в разные инстанции, предлагают маневренный фонд. Но по словам людей, он не сильно отличается от их жилья. Причём переселиться горожанам предлагают на село. А как водить детей в школу и сад? И что делать с работой? Об этом, кто сидят в мягкие креслах тёплых кабинетов, возможно, даже не задумываются. Наш дом с 2012 года признан аварийным и снял баланс. Но мы до сих пор никак не получим квартиры. Хотя по закону в течение полгода нам должны были предоставить квартиры. Но вот уже 6 лет мы не можем никого добиться никакой справедливости. Ни ответа, ни привета от нашей администрации нет. Очень даже страшно. Страшно из-за того, что у нас несколько квартир не живут, а приходят бомжи и костры устраивают. Вот в 6-й квартире подожгли, благодаря тому, что дом отсырел, там всё отсырело, но не загорелось, только задымилось. Вместе с собственниками о стену чиновничьего равнодушия бьются и общественники. Они знают, как оформлять документы и куда их направлять. Но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают – ждите. Денег нет. К сожалению, мы не можем добиться администрации никакой положительной динамики в решении этих вопросов. То ли дело принципа, то ли дело нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, не оказывается в бюджете денег, средств именно на расселение на аварийный фонд жилья. Но это глупость. На самом-то деле ситуация совершенно другая. Но в администрации района почему-то уверены, что очереди на жильё у них нет. Говорят, в этом году обеспечили две семьи квартирами. И вроде как работают в плановом режиме. Свои вопросы мы хотели адресовать лично главе администрации, тому самому Максиму Борошенкову, который обещает расселить один из домов до конца 2018 года. Но на месте в рабочее время мы его не застали. Нашу съёмочную группу встретил первый зам, который, как выяснилось, только в общих чертах в курсе проблемы. Поэтому ответил как истинный чиновник. Соответственно, будет проводиться работа в рамках расселения аварийного жилья, включая следующий год, начиная со следующего года. Впрочем, для кольчугинцев проблема аварийного жилья лишь одна из целого списка наболевших. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, который питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят местные жители, раскопали полгорода. А работы не велись, потому что проект оказался невыполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. В это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Но, как мы видим, на календаре декабрь. А на улице Кабельщиков, где в частности велись работы, до сих пор разруха. Никакого благоустройства после себя подрядчик не сделал. И администрация почему-то закрыла на это глаза. А теперь также, по всей вероятности, не замечает просьбы жителей. 20-го числа мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением. Чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса, по ремонту нашей дороги. И одновременно решением проблемы с талами и ливневыми водами. Но на сегодняшний день, вот сегодня 5-е число, честно говоря, я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча. Вообще кто-то организовывает ее, занимается ли кто этой проблемой. При этом, как выяснилось, первый замглавы даже не в курсе того, что работу не доделали. Нам это показалось странным. Ведь даже на сайте администрации написано, что именно Мустафин отвечает за обращение граждан. По его словам, администрация активно работает и реагирует на просьбы людей. Как же понимать то, что мы увидели? Впрочем, людей ответ Мустафина не удивил. Ведь в таком маленьком городке, как Кольчугина, все все про всех знают. И люди говорят, что как только у района сменился глава, а Борошенков когда-то работал на местном заводе, посты в администрации стали занимать его знакомые и бывшие коллеги. Среди них и Мустафин, который до того, как сел в кресло зама, работал металлургом. Впрочем, о компетенции руководства Кольчугинского района судить не нам. Мы лишь просим прокуратуру обратить внимание на этот сюжет, чтобы дать объективную оценку действий местных властей и положению людей, на которых вот-вот может обрушиться потолок. Константин Миронов, Егор Хребко и Артем Горчаков. Шестой канал.